Продолжение следует... Англо-американские войска спешили высадиться в Сицилию. Англо-американские войска спешили высадиться в Сицилию. Осталось еще три минуты. Обожает спектакли. Доча, у нас есть несколько минут. Я еще раз хочу обратиться к вашему мужеству. Вы должны ему прямо сказать, что Сицилия захвачена. Отразить вторжение англо-американцев собственными силами Италия не может. И это говорит начальник генерального штаба? Вы должны добиться у него согласия на перемирие. Я скажу ему об этом. Продолжение следует... В связи с серьезной обстановкой на Восточном фронте я смогу уделить вам только три часа. Мой фюрер, катастрофические события в Сицилии... Катастрофические события! А кто в этом виноват? Итальянские войска! Их трусость! Слабость командования! Каждый солдат и каждый офицер, покидающий армию, должен быть расстрелян! Мой фюрер, вы не знаете итальянцев. Они не хотят воевать. В 1917 году Климонсо приказал расстреливать в оставших частях каждого десятого. Но нельзя же расстреливать всех, мой фюрер! Дуччи, мы должны быть выше людских страданий! Тогда мы выполним свою миссию! Боюсь, что Дуччи так ничего ему не скажет. Дуччи так ничего и не сказал Гитлеру, Ваше Величество. Положение катастрофическое, Ваше Величество. Англо-американцы очень быстро могут быть в Риме. Национальные интересы страны требуют немедленного заключения мира. Но каким образом? Все готово, Ваше Величество. Вам только нужно отдать приказ. Какой? Речь идет о том, чтобы освободить Дуччи от непосильной ответственности за ведение войны. Мы хотим, чтобы вы отдали приказ об аресте Муссолини. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Если на меня будет совершено покушение, я буду убит. Это еще более увеличит трудности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Может быть, сегодня охрану стоит взять с собой? Честь короля гарантирует безопасность гостя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Его величество ждет вас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Идемте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дуче, именем его величества короля, прошу вас следовать за мной. Вам надо сесть в эту машину. Что означает эта инсценировка? Это необходимо, чтобы спасти вас от возможного нападения толпы. В этом нет необходимости. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это, пожалуй, единственная успешная операция итальянского генерального штаба. Кто из вас знает Италию? Мой фюрер, я был там дважды до войны. Что вы думаете об Италии? Я австрийц, мой фюрер. Имя? СС-хаптштамфюрер Отто Скорцени. Остальные могут идти. Каупштурмфюрер, я намерен поручить вам чрезвычайно важное дело. Мой друг и наш верный союзник Муссолини предан королем и арестован. Я не могу и не хочу покинуть минуту опасности самого великого из итальянцев. Муссолини необходимо срочно спасти. Мой фюрер, я не пожалею сил. Поручаю вам эту операцию. Слушаюсь, мой фюрер. Германия ждет от вас подвига. Вы свободны. Какие меры вы еще предлагаете принять в связи с событиями в Италии? Мой фюрер, разработана операция студент. Захват германскими войсками Рима и восстановление фашистского режима в Италии. Для этого создана группа Роммеля, но она малочислена. Я приказал вызвать фельдмаршала Клюге. Он прибыл и ждет вашего вызова. Фельдмаршал, мне нужно несколько дивизий с вашего фронта, чтобы перебросить их в Италию. Не перебивайте меня. Я знаю, что вам нужны эти дивизии. Это очень тяжелое решение, но вы должны это понять. Мой фюрер, несмотря на ваше категорическое требование, я не в состоянии снять с фронта ни одного соединения. Мы вынуждены отойти. Наши фланги не в силах сдержать натиск русских. Единственный выход, выпрямить линию фронта. Я знаю, что вы ваше мнение. Вы пассивны, и вам всюду мерещится Сталинград. Войсками Курской дуги командует генерал Модель. Он разделяет мое мнение. Я не уйду из Орла. Мой фюрер, оставить войска на Курской дуге, это означает гибель или пленение почти миллиона солдат. Что скажете вы? Мой фюрер, не оставляйте Орел. Мой фюрер, надо постараться удержать позиции на Курской дуге. Обратите внимание, фельдмаршал Клюге. Я не одинок в своем мнении. Его разделяют эти два генерала, которые по должности выше вас. Мое решение остается неизменным. Сегодня, 5 августа, войска Врянского фронта при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов в результате ожесточенных боев овладели городом Орел. Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление противника и овладели городом Белгород. В боях за освобождение Орла и Белгорода отличились войска генерал-полковника Попова, генерал-полковника Соколовского, генерала армии Рокоссовского, генерала армии Ватутина, генерал-полковника Конева, генерал-лейтенанта Багромяна, генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта Жадова, генерал-лейтенанта танковых войск Рыбалка, генерал-лейтенанта танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова, генерал-лейтенанта танковых войск Богданова. Авиационные соединения маршала авиации Голованова, генерал-лейтенант авиации Руденко, генерал-лейтенант авиации Красовского, генерал-лейтенант авиации Корилова, генерал-лейтенант авиации Аламенко... Наступление собираетесь. Где командующий? Обедает, товарищ маршал. Кстати, командующий перед наступлением силы набирает. Так точно, товарищ маршал. Здравия желаю. Здравия желаю, Иван Испанович. Вот и хорошо, вместе пообедаем. А что, не откажусь. А я вам только аппетит испорчу. Мне бы только стухари кидать чай. А что, и выпить нельзя, что ли? Врачи. Рюмку можно. Но прежде чем обедать, закончим все дела. Антонова. Товарищ Антонов, здравствуйте. Степной фронт под командованием генерала Конева принял полосу наступления на Харьков. Противник отступает по всему фронту. Но чтобы не дать немцам вывести свои части из-под удара, я считаю, пора начинать операцию «Рельсовая война». Эхо партизанской войны, прокатилась по всем порабощенным странам Европы. Франции, Италии, Чехословакии, Польши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Жекей, я поставил на твою лошадь и много выиграл. Пойдем выпьем. В городе опять начались расстрелы. Гелена пришла? В немецкой форме. И кузнец тебя ждет. Поедешь в кино «Аполло». Сколько секунд? Десять. За это время можно полваршавы пробежать. Когда поедете через Варшаву, избегайте кафе-клуба и вокзала. Там тоже будут наши. За это время, только... Я хочу только... В порядке. Ага. 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 Войска группы армии Юг, находящиеся под командованием фельдмаршала Манштейна, оставили город Харьков. Солдаты фюрера полны решимости достойно встретить врага. Огнем нашей зенитной артиллерии сбит еще один русский самолет. Советский АС уничтожен. А, Жокей, теперь я тебя не отпущу. Пойдем, выпьем. Гелена, беги. Гелена, беги. Субтитры создавал DimaTorzok Лейтенант Файоли приказал удалить из вашей комнаты все острые предметы Отцепить планеры Шнер! 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 Муссолини! Шнер! 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 Поехали! Что это за фашизм, который растаял, как снег? Предательство! Нет, дорогой друг, у меня есть серьезное подозрение, что вы умышленно рассчитывали исчезнуть со сцены. Намерены ли вы до конца сражаться вместе со мной? Я утомлен двадцатью годами власти, ни минуты покоя. Уход Дучча с политической арены будет означать, что он потерял веру в победу Германии. Это нанесло бы ущерб Рейху. И я этого не допущу. Лучше уж тогда, Дучча, вообще каким-нибудь образом исчезнуть со сцены. Возможно, придется опубликовать официальное сообщение, что Дучча был серьезно ранен при воздушной катастрофе. Мой дорогой друг, я должен подумать. За время своего заключения я не получал никакой информации. Обстановка великолепна! На западе англо-американцы по-прежнему не решаются открыть второй фронт. В Италии мы прочно удерживаем позиции севернее Неаполя. В России создан восточный вал на берегу Днепра. Товарищ полковник, погрузку закончили. Кто в первом эшелоне? Батальон Орлова и Трошкина. Напоминаю, кровь из носа захватить плацдарм и держать до подхода главных сил дивизии. Постараюсь, товарищ полковник. Что значит постараюсь? Как-то неуверенно отвечаете. Да ведь трудно предположить силу немцев. Рассуждаете как сержант, полковник Лукин. Ваше форсирование одновременно и разведка боем, ясно? Ясно. Действуйте. Слушаюсь. Ставий TH�� Продолжение следует... 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 Ах, собака! Кружью! Кружью, лесу светлый папаша! Цветаев, держись пулеметом здесь! За мной! Держать хвост пистолетом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах, собака! Ах! Куда под пули? В траншею! Где пулемет? Ах, собака! Ах, собака! Ах, собака! Субтитры создавал DimaTorzok Кто это? Со всех рот! Где Орлов? Не знаю, где Орлов? Кто видел? Прорываться! Есть! Будем прорываться! Куда нам прорываться? Везде они! Видать, там хана! Прекратить разговоры! Не отставай! Назад! Со мной! Танки! 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 Так вот, будем прорываться здесь, через болото! Кто устал снять вещевымешки к чертовой маме? Ограды! За мной! Вперед! Там швы за мной! Щита! Продолжение следует... 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 Ну и что же? Маршал Сталин опасается, что при переезде из одной миссии в другую могут произойти неприятные инциденты. Что вы об этом думаете, Гарри? Если речь идет о безопасности... Едем в русскую миссию. Президент поселился в русской миссии. Вы шутите? Нет. Русские сказали, что в городе орудует 100 нацистских агентов. А что вы о них знаете? У нас нет никаких сведений. 1-0 в пользу дяди Джо. Я рад вас видеть. Я давно хочу встретиться с вами. Это я виноват в отяжке этой встречи. Не будем искать виновных, господин Сталин. Так или иначе, мы встретились. Но если бы не нацистские агенты с их угрозой покушения, я не был бы вашим гостем. Вы, кажется, не верите в этих агентов? Если бы такая угроза и существовала, я бы не прятался от нее в русской миссии. Мне кажется, что есть более серьезные основания для моего пребывания здесь. После Курской битвы русские имеют право на особое уважение президента Соединенных Штатов. Мы рассчитывали на вашу мудрость и не ошиблись. Давайте лучше обсудим волнующие вас проблемы. В сущности, речь идет только об одном. Главное. О втором фронте. Таким образом, советские войска только за этот год освободили более половины своих директоров. Уничтожили 56 дивизий. Суще 13 тысяч танков. Более 14 тысяч самолетов. В последнее время командование немецких войск перебросило с запада 75 дивизий. И большое количество боевой техники. Несмотря на это, Красная Армия продолжает прочно держать в своих руках стратегическую инициативу. Однако, для быстрейшего разгрома фашистской Германии, советским людям хотелось бы, чтобы второй фронт был бы открыт в ближайшее время. Господа, мы прилетели в Тегеран, чтобы определить точный срок открытия Второго фронта. Отныне путь к освобождению Европы должен проходить не только через Курск и Днепр, но и через Ла-Манш и Францию. Вот клады переезда президента в русскую миссию. Десант через Ла-Манш – это огромные потери. Война без потерь не бывает, господин Черчилль. Я предлагаю Балканы, как возможный район высадки. Мы не должны забывать, что армия Тито контролирует треть Югославии, и мы можем получить там поддержку. Все это так, но ближе к цели. Все-таки через Францию. Пусть это обсудят начальники штабов. Почему? Разве мы не можем решать сами? Давайте решать сами. Субтитры создавал DimaTorzok С Новым Годом, земляки! Вот как праздник встречает – на ногах весёленькое дело. Ничего, ничего, о следующем в Берлине встретят. Давай, давай! Подделись! Первая рода! Мама, шевелись, славяля! Живей, живей! Эй! Боги войны! Закрывай дверь скачет! Приглашайте к столу! Подвинься! Вот! Трофеи! Ром! Завидуй, пехотик! Всегда им везет! Летом, между прочим, Цветаев надо в атаке ходить! Вот закупоривают фрицы! Не доберешься! А ты не мучайся, обей горлышко! Знаешь, как это делается! Ты что, Цветаев, пехоту учите, а? Подставляйте бокалы! Это вам! Спасибо! Ну? За старый 43-й! За новый 44-й! За победу! За то, чтобы вы все были живы! Чтобы все мужчины были живы! Иначе мы умрем без вас! Мы просто умрем без вас! Зоечка! 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 Зачем же так траурно? Мы с Цветаевым вечные! Заговоренные! От нас все пули отскакивают! Ну, без суеты! Вперед! С Новым Годом! 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 С Новым Годом!